У нас сегодняшняя тема, точнее, тема всего нашего форума это обеспечение киберустойчивости нашего государства. Несколько аспектов киберустойчивости мы затронем. И устойчивость и обеспечение импортозамещения, в первую очередь, та острая тема, которую мы последние два года с вами, в которой варимся, и в которой явно наметился определенный прогресс. Второе, поговорим о информационной безопасности и о том, как конкретно эта задача сейчас решается. Давайте я начну с представителями Министерства цифрового развития. Евгения, в прошлом году мы все видели хороший темп импортозамещения, но меня, как в частности, председателя Ассоциация разработчиков, конечно, волнует то, что до сих пор есть определенные незаполненные области, такие, как, например, языки разработки, языки программирования, программные стеки. Планируют ли что-то медцифр делать в этом направлении? Если да, то что? И когда? Спасибо большое, Наталья Ивановна, уважаемые участники мероприятия. Я немножко начну с истории, как сейчас принято, как это развивалось. После начала здесь событий два года назад, были ли в отношении нашего государства приняты ряд ограничительных мер, в том числе, например, в нашей компании начали отзывать SSL-сертификаты для блокировки доступа их к зарубежным сайтам, к инфраструктуре. Кроме того, в зарубежных репозиториях начали появляться такие пропагандистские закладки различные и так далее. И встал вопрос вообще об отключении отечественных разработчиков от и гитхаба и других репозиториях в свободном поле. В ответ были приняты некоторые меры, в том числе был экстренно запущен национальный удостоверяющий центр, который выпускал уже отечественные SSL-сертификаты. Кроме того, встал вопрос о создании отечественного репозитория, так сказать, и очень достаточно быстро на это среагировали. Но по мере того, как наши меры принимались, ну, меры в противодействии со стороны уже отечественных специалистов в отрасли, с той стороны такие же меры, они закрывались. То есть, когда стало понятно, что мы можем выпускать свои сертификаты, отзывать их перестали. После того, как выкачан был практически, наверное, весь гитхаб всеми ключевыми игроками, у кого есть какие-то потребности в свободном ПО, оба про угрозы отключения от него, соответственно, тоже говорит, перестали. И вроде как получается, что актуальность по некоторым вопросам, она немножко как схлыбована. И сейчас, после того, как были приняты первые шаги, достаточно серьезные шаги по области противодействия тем возникшим угрозам, то есть, как первый удар, что называется, был отбит. То есть, как-то отреагировали. Но тем не менее, глобальная задача по устойчивости, киберустойчивости, она, безусловно, стоит, она никуда не девалась, она решается, но она теперь решается не с точки зрения, там, краткосрочных каких-то эффективных мер, а с точки зрения неких стратегий. Поэтому в настоящее время данная тема, она делится немножко на, ну, не немножко, можно разделить, условно говоря, на два направления. Первое, сколько действительно то, что обеспечивает устойчивость, и это в первую очередь вопрос о доступности софта, доступности средств защиты информации, возможности их замещения. По средствам защиты, так, в принципе, достаточно известный, то есть, для большинства средств защиты у нас аналоги есть, сложности, так сказать, у нас там, где есть, требуются высокопроизводительные аппаратные компоненты, так сказать, это межсетевые экраны, в первую очередь, МКПВ, ну, по ним тоже работа ведут, так сказать, медцифры, ну, это отдельно, на самом деле, вопрос, но достаточно, так сказать, требует, ну, может быть, достаточно долго обсуждаться, вот. Кроме этого, встает вопрос вообще о доверии, потому что о том, что наша отрасль может заместиться там на свободное ПО, на какие-то отечественные разработки, оно, в принципе, ну, более-менее понятно. То есть, понятно, что есть реестр отечественного операционного, отечественного программного обеспечения, куда входит ряд операционных систем и предполаганного программного обеспечения, часть из них отечественные, ну, полностью, да, отечественные разработки, но большинство из них, так или иначе, позируются на свободное программное обеспечение, и вопрос, соответственно, доступности, он решен. Нельзя говорить, наверное, что полностью, но в целом, задача решена. Но она рождается и вторую задачу, о которой я хотел сказать, и нет вопросов доверия, безусловно. И вот вопросов доверия, они, наверное, сейчас имеют первостепенное значение, то есть, насколько мы можем этому программу исключения доверять. И вопрос, связанный с импортозамечением, как раз вот подхожу к нашему вопросу, компиляторов сред разработок библиотек, он является здесь достаточно важным, если не сказать, что ключевым. В рамках цифровой экономики такие работы ведутся. Безусловно, значит, есть репозитории. Данные работы ведутся с участием регуляторов, там со встепом в первую очередь. Пока сейчас одного из основных участников данного процесса является Институт системно-программирования РАН имени Иванникова. И на базе него в рамках нашего программы «Справа экономика» создавался репозиторий программ-осмещения. Во-первых, Linux-центр был создан, он развивался, и там размещаются, в том числе, разрабатываются наиболее критичные компоненты. Для них обеспечивает цикл безопасной разработки, поиск уязвимостей. В отношении того же ядра Linux'а найдено несколько сотен уязвимостей, многие из которых были призваны международным сообществом, они были переданы, то есть они устраняются. Есть доверие на ядро, значит, ведутся работы по доверенному компилятору. Кроме того, в состав отечественного репозитория программ-осмещения, реестр программ-осмещения входит и ряд библиотек, в том числе есть отечественная версия Java, JDK в заработке Белсофта. Есть другие направления, в связи с базой данных PostgrePro, достаточно проработанный, локализованный продукт, тоже имеющий все необходимые сертификаты. И не только, то есть пестиферно библиотека вот это нарабатывается. Безусловно, наверное, дальнейшее развитие вот этой темы я подсвечу под другим направлением, в ходе сегодняшнего дискуссии, но работы ведутся. И работы ведутся в том числе с точки зрения унификации, разработки средств унификации продуктов, да, то есть вопрос на самом деле комплексный. Ну, заканчиваем, так у нас сегодня ответы на данный вопрос, так как много сегодня темы для обсуждения. Работы ведутся, они предусмотрены, ведутся сейчас, будут развиваться в рамках экономики данных, которые со следующего года стартуют у нас. Ну, вот так. Евгений Владимирович, пару точняющих вопросов у меня. Во-первых, по СССР, вы сказали, что, ну вот мы, собственно, допустим, разработаем, но нужно внедрить, то есть там самая большая проблема – не разработать, а навязать всем, чтобы все начали их использовать. Это вы как планируете делать, если не смог? Ну, сейчас в этой области разрабатывается проект лидерального закона. А, в законодательном уровне? Понятно, так, это понятно. И по доверию компиляторов, вы сказали, разрабатывают, а сроки какие-то есть? Ну, насколько я знаю, предыдущие промежуточные версии на концу этого года будет. Это вот так вот. Я сейчас не готов сказать, что точные сроки, но работа точно ведутся, и такие решения есть. Понятно, хорошо, да. Ладно, тогда мы перейдем сейчас на, значит, в Челябинскую область, где мы, собственно, находимся. И, Александр Сергеевич, вам вопрос. Ну, вообще, считаете ли вы, что технологическая независимость очень важна, и как в вашей области проходит импортозамещение? И чего не хватает, вот, с вашей точки зрения? Спасибо большое. Во-первых, я всех приветствую. Рад, что приехали к нам, значит, в Челябинскую область, и в Магнитогорск. Рад встречать вас. Рад, что спортивный дух такой задан сегодня был открыт. Мы только что провели в Челябинской области спартакиаду всероссийскую. Значит, в Магнитогорске фигурное катание было, в Златоусте у нас пиатлон, в Челябинске шорт-трек. В общем, вся область у нас принимала лучших российских и белорусских спортсменов. В общем, мы все еще не отошли, и поэтому готовы к любым соревнованиям, спортивным, и в части информационной безопасности тоже. Вот, поэтому, значит, погода отличная, значит, и работа будет хорошая. Я всем этого желаю, этой конференции, который, кстати, не первый год уже у нас проходит. А что касается заданного вопроса, ну, давайте так, значит, нас очень долго и правильно, как оказалось, убеждали регуляторы, что надо заниматься импортозамещением. Значит, разговоры об этом начались, ну, я могу там чуть-чуть, ну, по-моему, с 2000, как минимум с 2014 года плотно нам и цифры Российской Федерации, значит, еще ряд регуляторов стали говорить, надо этим заниматься. Значит, ну и, как там, про ВКС тоже давно говорили, что ВКС позволяет сэкономить затраты на бензине, не надо ездить там, в Челябинск, там, давайте все переводить на ВКС. Когда мы перешли на ВКС, значит, когда ковид начался, значит, ковид начался, все перешли на ВКС, говорят, ну, как классно в ВКС, я сейчас вообще без ВКС никто уже работать не может. Значит, ну, импортозамещение тоже к нам прилетел лебедь определенного цвета, да, значит, наверное, все-таки он хорошего цвета, значит... Это тоже русская традиция, значит, пока не глянет или не клюнет там. Все правильно. Значит, и, в общем-то, мы сейчас осознали, что импортозамещение, а куда без него, значит, ну, мы, как минимум, должны стоять на двух ногах. Ты можешь там, что-то там смотреть импортное, у тебя пусть будет, как сказать, точно хорошая отечественная, значит, которая, значит, ну, позволяет минимум, базовый минимум сделать, а лучше, конечно, чтобы это было, значит, на уровне самых современных мировых образцов. Значит, и вот кто в это вкладывался, вот с тех, с четырнадцатого, с тринадцатого годов, значит, тот сейчас оказался в более выдержанной ситуации. Кто не вкладывался, значит, говорил, нет, я хочу лучшее в мире, у меня денег много, как бы, я куплю всегда самое хорошее, как бы, ну, и буду только туда и развиваться. Ну, это был другой подход, он тоже имеет, наверное, логическое обоснование, но вот те, как бы, сильно пострадали. Что касается Челябинской области, ну, мы это понимали, у нас такое, все равно, значит, промышленно-оборонный регион, как бы, мы всегда, значит, очень внимательно слушаем федерацию, как бы, стараемся исполнять все, что говорит федерация, значит, и вот у нас область в рейтинге сферовой трансформации, значит, прошлого года седьмое место, позапрошлого, пятое, там, то есть мы, ну, как бы, всегда отличаемся от хорошей спортивной дисциплины, ну, и имеем достаточно, в общем-то, средств и компетенций, чтобы быть, там, в первых рядах. Поэтому импортозамещение мы всерьез, прям всерьез занимались где-то с 15-го, 16-го годов, значит, и, значит, я имею в виду в государственных и муниципальных органов власти. Значит, у нас, значит, пилот такой был, значит, органы соцзащиты, там, почему? Потому что, ну, относительно несложный бизнес-процесс у них, там, не так много софта, которые им нужно было делать. Был хороший вендор, то есть у нас единая система, в которой работают все органы соцзащиты, как бы, на, ну, в основном у нас есть уже такая система, что у нас есть центр обработки данных в Челябинске, значит, а все государственные и муниципальные служащие области работают, там, в единых программных продуктах. Какие-то вендоры более быстро переходят на, значит, отечественные по какие-то менее, но вот у нас в соцзащите все сложилось, хороший вендор, тульский, как бы, значит, переписал систему, значит, на Linux, значит, рабочие места тоже могут под Linux работать, и мы побежали вот с 2016 года. Значит, мы выбирали долго, значит, какая операционная система могла бы, значит, стать у нас такой основной. Значит, их несколько, все знают эти операционные системы, значит, ну, мы в тот момент выбрали, значит, компанию РУСБИТЕХ и, значит, Астролинус. В общем-то, я не скажу, что мы там прогадали, они, так это, конкурируют между собой, там, Альтлинус, РОСА, значит, кто-то вперед вырывается, потом его догоняет, поэтому, значит, в принципе, нам комфортно, самое главное, чтобы они совсем не сошли с пробегом, но такого и нету, значит, мы вот активно эту операционную систему внедряем. Кстати, у нас есть все равно несколько других направлений, где мы внедряем альтернативные операционные системы, чтобы, ну, следите, что там происходит тоже. Например, есть у нас ветка, которая там, ЖКХ, наверное, где там Альт внедряется, ну, мы это самый сложный проект, который, вот, допустим, я реализовывал в своей жизни, как бы, вот в ИТ, вот, он максимально сложный. Почему? Потому что, значит, он меняет поведение пользователей и культуру, значит, и вот в этот момент становится очень тяжело, не только технически, скажем так, значит, и в этом плане здесь нужно, конечно, и мотивировать, и убеждать, и заставлять, и показывать, и обучать, и искать самые современные способы. И ключевой вопрос вот проекта импортозамещения, как его проводить на ходу, нам же никто не сказал, что вы можете пока не работать, как бы, импортозамещаетесь, потом вернетесь к обычной вашей деятельности. Значит, все бегут, все выполняют нацпроекты, строят дома, значит, модернизируют здравоохранение, у всех куча своих дел. Значит, а тут мы приходим и говорим, надо импортозамещаться, значит, ты должен потратить сколько-то времени на обучение, там, еще что-то, еще что-то. Вот ключевой вопрос, как для нас, как это сделать без потери эффективности, без потери скорости. Значит, и в этом смысле мы как бы разрабатывали, вообще в 16-м году, там, придумали такую инфраструктуру переходного периода. Значит, придумали специальные скрипты, которые, там, вечером запускались, с утра человек приходил, у него уже другая операционная система на компьютере, там, все туда перенеслось, о чем мы могли подумать, значит, но если там есть какой-то софт, который был невозможен, значит, виртуальная машина, надо ей видать, значит, и все, что нельзя было, там, под видой потихоньку, потихоньку, все больше и больше ярлычков переходило, там, на Astro Linux, меньше оставалось под виндой. Вот так мы двигались, значит, сейчас мы максимальные баллы имеем, значит, вот в том рейтинге, о котором я говорил, у Минцифры по импортозамещению, то есть, как бы, мы практически всех перевели. Значит, прогресс последних лет, и я могу отметить, это вот тоже Минцифра, мне кажется, огромный сюда вклад внесло вместе с вендорами, это в офис на ПО. Ну, то есть, давай так, в шестнадцатом году было очень слабо в отечественном офисе на ПО, практически на него было невозможно переходить. Сейчас есть, ну, как минимум, два достойных продукта, которые, конкурируя между собой, там, в офисе R7, как бы, значит, делаются лучше и лучше, и, в общем, для базовой функции мы сейчас, как бы, перешли, ну, мы свой выбор тоже, там, сделали, там, у нас, как 44-й закон, выбор за нас делают торги, значит, ну, вот, в итоге у нас R7 массово внедряется, в принципе, ну, нет вопросов, как бы, здесь тоже все неплохо. Значит, поэтому, значит, также мы прорабатываем механизмы, как сделать так, чтобы пользователь не терял скорость при переходе и в работе своей текущей, значит, и, значит, здесь возник вопрос еще у нас, следующая важнейшая группа для импортозамещения, это системные администраторы. Это системные администраторы, которые находятся в полях и каким образом, значит, их, значит, обучить, мотивировать и, значит, ну, скажем так, подтолкнуть к этой работе, потому что без них у нас все вставало. Ну, то есть, ты нанимаешь кого-то, это, он тебе все там делает, инфраструктуру, как бы, переводит, там, вот эти скрипты, там, которые, вот я говорил, там, разработал все, на следующий день выходит с админ, те ушли, как бы, ну, или надо постоянно много платить тому, кто тебе это все будет отслуживать, или, как бы, это свое. Ну, в общем, мы поняли, что надо делать ставку, там, на свои кадры. В общем, у нас даже в какой-то момент времени было так, значит, у с админов была отдельная стильная расценка, значит, количество переведенных компьютеров, значит, без замечаний, как бы, на отечественные софты. И он знал, что, как бы, за каждый такой компьютер он, условно, получает, там, 800 рублей. Значит, вот он и двигался по этому историю, как бы, сам мотивирован был дополнительно заработать, как бы, деньги, значит, и, как бы, ну, то есть, мы следили только, чтобы не было жалоб и обращений много. Значит, и, в общем, это тоже, как бы, такие организационные меры сработали, и с админом научились, и, как бы, с пользователями они много работали, чтобы те не жаловались, в общем, взяли на себя этот первый удар. В общем, это тоже у нас такое неплохое ноу-хау, которое позволило нам, там, быстро двигаться. Значит, ну, и я, что-то о них долго говорю тоже, значит, проект сложнейший, значит, нужны нестандартные решения, нестандартные ходы организационные и технические. Да, растет уровень, как бы, отечественного софта, и мы, слава Богу, уже пересаживаем не с Мерседеса на ладу, а, значит, с Мерседеса на более достойные машины. Значит, если вот так, ну, мы сравниваем, там, Windows с Мерседесом, например, там, отечественной операционки с чем-то другим. Значит, поэтому это радует, это радует, что мы развиваемся стремительно и очень пользуемся производители, где-то уже готовы к этому. Что мешает? Ну, уже гораздо меньше вопросов, но, тем не менее, есть еще отдельные нормативные документы, которые, там, что-то там делают такое, что нам приходится использовать неотечественный софт. Есть отдельные, ну, для нас актуальные, вот, ну, для Госслужбы, да, там, условно говоря, такой софт у нас есть, ССТУ, там, ну, вот это просто, может быть, все аудитория не скажет, а то куда мы, там, обращение граждан отправляем, обязательно, как бы, чтобы администрация президента следила, как мы их обрабатываем. Значит, или, там, где мы заполняем наши справки госслужащих, там, есть такое тоже отдельное у него нет альтернативы, да, то есть вот оно такое, и все, ты не можешь выбрать, там, другое. И вот они до сих пор еще, там, работают только, условно говоря, там, в системе Windows, но вот только-только ССТУ в этом году, вроде как, мигрировало в Linux, вот это тормозит немножко, то есть, и нам тогда приходится сохранять инфраструктуру, значит, которая работает еще, там, ну, на ней, на ней импортозамещенных системах. Вот, если мы эти разошьем истории, то, ну, мы гораздо быстрее будем двигаться. Вендоры была проблема, что выкатывали нам очень дорого, вот, за то, чтобы нашу систему, там, перевести, там, условно, там, с УВД какой-нибудь, там, Microsoft или Oracle, значит, на импортозамещенные. В общем-то, за вот эти последние годы длинный путь прошли, и все больше и больше, как бы, вендоров предлагают уже за адекватные деньги, там, следующую версию, которая может работать на импортозамещенные, это уже стало получше. Вот, ну, тем не менее, иногда стоимость, стоимость все-таки, значит, внедрения отечественных продуктов, она, ну, слишком высокая для нас, и вот мы отмечаем, что все-таки импортозамещение, это, к сожалению, еще и очень дорогой проект местами, значит, с этим тоже нужно делать, ну, тут-то что, развивать конкуренцию, наверное, значит, поэтому с этой точки зрения тоже этим занимаются. Ну, вот, вообще проект важнейший, и надо его дальше проходить. Более того, мы, значит, смотрим и шире, и помогаем, ну, как государство, помогаем и нашим отраслям тоже делать это импортозамещение. Ну, вот, как текущий вариант и вызов, да, у нас с 1 июля, значит, организации, которые занимаются жилищным строительством, должны обязательно теперь, значит, работать в технологиях информационного мобилирования, в БИМах. У них становится это обязательным. Там возникает вопрос, он тоже, ну, они же тоже импортозамещаются при этом, значит, им нужен надечственный софт, его надо купить, установить, обучить проектировщиков, обучить своих сотрудников, все, им надо финансово помогать. Здесь, конечно, вот меры поддержки, которые есть у Минцифры, которые мы вводим, они тоже в моменте могут быть очень актуальны, особенно для организаций, знаете, такого малого и среднего, у которых вот массовая вот идет какая-то волна перехода и одновременно импортозамещения. Тоже этим занимаемся. Да, спасибо большое, Александр Сергеевич. Хочу адресовать вот этот Ваш комментарий на тему того, что дорого. Ну, мы это смотрим со стороны разработчиков. Я думаю, что долгие годы наши крупные предприятия закупали иностранные, таким образом инвестируя свои средства в иностранцев. Вот, а сейчас для того, чтобы догнать по функционалу, разработчикам приходится очень сильно напрягаться. Прямо вот выкладывать много ресурсов. Поэтому, да, конечно, это влияет на цену. Вот, но я думаю, что эта история временная, но именно цифра с ней борется. То есть это тоже, как бы, здесь есть некие такие подвижки. Понятно. Да, спасибо большое за исчерпывающий такой рассказ. Так, у меня следующий, значит, вопрос Иван Владимирович к Вам. А что вот Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам? Что Вы видите по Вашим организациям с точки зрения перехода на отечественные разработки? И как-то это сказывается, этот переход как-то сказывается на качестве обнаружения угроз, скажем, вот, потери доступа коммерческим сервисам, таком общемировой, да, которые раньше были? То есть произошло ли улучшение, ухудшение, то есть какой прогресс, да, вот как Вы это видите? Спасибо. Добрый день, Наталья Ивановна, коллеги, Рад приветствую всех. Спасибо за вопрос. Достаточно комплексный, но я постараюсь его покороче ответить. Посмотрите, на самом деле наш workflow как онкосокарей, безусловно, начинается с инвентаризационной информации. Значит, центр КОСОПКа, они нам ее обязаны предоставлять в определенных форматах, недавно уже официально затвердели, там приказан к ЦКИ номер 2, он доступен в интернете сегодня, каким образом эту инвентаризационную информацию, в каких форматах нам предоставлять. В СТЭК по закону каждый месяц нам присылают выписку из реестра по КИИ, там, соответственно, тоже содержится этой информацией. Соответственно, она касается в том числе и средств защиты информации. Мы видим действительную тенденцию, что, естественно, большая доля становится отечественного и сорта, и железа, если можно так сказать. Что касается качественной части, мы никаких просадок, так сказать, не видим. Мы наблюдаем больше организационные, честно говоря, проблемы в этой связи. Ну, тоже стараемся их решать. То есть, с нашей точки зрения, ну, вот, очень хорошая была история, ну, как хорошая, она, конечно, была прискорбная, да, с координатами, которые все знают, но она очень была такая маркерная, показательная, да, то есть, действительно, она сподвигла отрасль, с одной стороны, активнее, значит, работать, да, и разработки вести свои, активнее как-то маркетингом там заниматься, а с другой стороны, у потребителей четкая абсолютно с этого времени появилась, как мы уже сегодня упоминали, да, что пока, значит, не плюнет никто, вот плюнул, значит, Фортинет, очень яркий, прям такой был, когда он ушел с периметров, вот это было здорово, да, значит... Что было? Просто, может быть, не все знают, может быть, все-таки уточните? Ну, Фортинет просто заблокировал функции своего, средства защиты для России. Ну, в двух словах, если да. И что? И все упало? Да нет, ничего не упало, но пара ночей бессонных, так сказать, у безопасников там была, конечно, да. Вот. Но, нет, это прямо такой вот, как бы, лучшего маркетинга для отечественных средств, чем вот эта история, мне кажется, как раз и придумать было сложно, но это, если цинично подходить, так сказать, к вопросу. Что касается, на самом деле, проблем импортозамещения, я бы немножечко вообще на другой уровень хотел бы перевести эту дискуссию, ведь что такое импортозамещение, да. На самом деле, если рассматривать, ну, Россию, да, наше государство, как организм, это всего лишь достаточно примитивно, она правильная, да, но достаточно примитивная реакция защиты. То есть, вот как бы, даже Алёба, на самом деле, да, вот, если там, у неё там вот, узноножка там натыкается на что-то там горячее или холодное, она только узноножку, значит, инстинктивы втягивает, да, хотя не обладает ни мозгом, ни какой-то развитой нервной системой, да, то есть, понятно, да, что мы сейчас находимся в состоянии войны всех против всех, ну, или там, нас с небольшой группой единомышленников против всех, мы можем вот так переформулировать, и в этой парадигме надо немножечко смотреть вперёд, ведь что такое, на самом деле, почему вот это импортозамещение, да, вот, понятно, да, то есть, чёткая стратегия, да, отрубаем Россию от средств, да, в нашем случае нас интересуют средства защиты информации, а, значит, смотрим, как она дёргается, да, значит, ну, мы подёргались, значит, придумали что-то, да, следующий этап, на самом деле, неизбежно наступает, вот, и этот этап, он как раз уже, основная наша тенденция, ну, про которую, наверное, чуть позже поговорю, это, атаким с кофе поставить, да, это очевидное абсолютно следствие импортозамещения, на мой взгляд. Поэтому, ну, здесь можно долго рассуждать, возможно, я это чуть позже сделаю уже с дослайдингом. Вот, так что, в целом, пока что, на сегодня проблем мы не видим, ну, в смысле глобальных, такие, что, как, катастрофа, всё упало, значит, делать нечего, и, значит, давайте сдадимся, да, да, вот, частные проблемы есть, связаны, на наш взгляд, больше с организационными вещами. Вот, всё-таки... Можете выточнить, какие организационные, вот, вы уже исцелались на этом? Ну, да, значит, ну, безусловно, нехватка кадров квалифицированных, безусловно. Ну, корень вообще в этом, конечно. И, конечно, мы эту проблему, там, вот, сегодня-завтра, там, не решим. Понятно, что, вот, если брать, например, пример Советского Союза, да, в Советском Союзе, катастрофически не хватало инженеров, а под закат уже этих инженеров было переизбыто. Так что, наверное, лет через десять каждый третий будет специалист по инфобезу, и будут уже, там, дворники, возможно, больше платить. Ну, нам всех айтишников не хватает, так что нам тоже надо будет. Ну, да, да, да. Ну, понятно, что противная симпровизация активная, конечно, мы всё правильно делаем. И сегодня ещё будет секция по образованию, да, по обучению. Возможно, мы там услышим правильные слова. Ну, мы, конечно, как потенциальный потребитель, один из, да, конечно, призываем всяческие. Ну, а организационно-то почему? Собственно, вот не хватает этих кадров. Так, вот есть в КИИ, в каком-то субъекте КИИ человек, он ответственный за взаимодействие с нами. Он взял, уволился. Никто не подумал, что нам надо просто новую информацию дослать, да, вслед, что, ребят, теперь не этот, а этот, да. И поэтому начинается история, вот она чисто примитивная, никакого отношения к импортозамещению не имеет. История поисков нами, да, в случае какого-то инцидента, какого-то правильного человека, на которого надо выйти. Ну, мы с этим в ближайшее время будем бороться, честно говоря, нам это уже очень сильно надоело. То есть, с такими импоративными мерами, да, мы будем вносить в законодательство соответствующие изменения. Ну, тоже вот это, к сожалению, да, а, к сожалению, без штрафов, видимо, как-то вот эта ложноножка не совсем это все работает. А, да, ну, наверное, в общем-то, в целом, наверное, ответил. Спасибо большое. Исчерпывающе. Ну, вот мы сейчас проговорили с регуляторами, давайте перейдем к представителю бизнеса сегодня здесь в народной дискуссии. Ну, начнем, наверное, с транспортной отрасли. Юрий Вячеславович, у Вас крупнейшая в нашей стране организация с точки зрения логистики, с точки зрения покрытия. Можете сказать, как импортозамещение у Вас проходит, какие-то сложности? Потому что Вы, наверное, ну, самый такой разветвленный, что ли, в нашей стране представитель бизнеса. Спасибо огромное. Сначала я хотел, во-первых, поблагодарить, что предоставлена такая возможность поговорить в экспертном сообществе, поблагодарить принимающую сторону в лице правительства Челябинской области регуляторов, которые нам очень помогают, мне, АОЖД, справиться с проблемами, которые возникают в такой большой, как Вы говорите, компании, совершенно верно. Я хотел именно с этого и начать. Значит, проблема компания «Российские железные дороги» заключается в том, что это самая гигантская компания у нас в стране. Ну, наверное, одна из самых гигантских, скажем так, самых больших. Значит, в компании более 1600 информационных систем сейчас у нас эксплуатируется, находятся на вооружении. По результатам работ по защите объектов критической информационной инфраструктуры, в 2023 году, на конец 2023 года, в АОЖД 289 объектов критической информационной инфраструктуры. Их число будет меняться. Понятно, почему? По причине того же импортозамещения, выводы из эксплуатации определенных систем, объединений и так далее. 16 центров обработки данных на территории Российской Федерации, которые территориально распределены и являются в центре информационной инфраструктуры каждой железной дороги. Железная дорога — это у нас 16 таких экстерриториальных объединений, которые даже больше, чем субъект Федерации. Вы знаете, Московская железная дорога, Гориковская, Дневосточная. Управление децентрализовано, в определенной степени децентрализовано. При этом там, где есть АОЖД, иногда в малонаселенных регионах, это вообще является, ну скажем так, ключевым элементом экономики даже этого региона. Там, где прошла железная дорога, там есть электричество, там есть, собственно, свет, там есть транспорт, там есть логистика. Вот, поэтому мы очень внимательно относимся к вопросам импортозамещения и своей независимости. Теперь, что касается вопросов обеспечения импортозамещения в АОЖД. Понятно, что наша конференция, это посвящена информационной безопасности, и мы говорим больше о информационных системах, но в АОЖД это импортозамещение подшипников, это импортозамещение там компонентов подвижного состава. То есть этот вопрос очень широкий. Касаясь специфики именно обеспечения информационной безопасности, у нас очередная задача – это заместить все средства импортной защиты информации до 2025 года. Эта задача стоит как номер один. Поскольку, опять возвращаясь к масштабности мероприятий, у нас на информационной инфраструктуре присутствуют, не побоюсь этого слова, вообще все виды средств защиты информации, которые есть в Российской Федерации. Где-то на удаленных станциях еще работают компьютеры под операционной системой, которую мы даже, наверное, некоторые не знают здесь. Я не буду специально говорить, потому что импортозаместить вот такое количество объектов информационной инфраструктуры очень сложно. 340 тысяч автоматизированных рабочих мест по РЖД. 340 тысяч. На полустанке может находиться компьютер, для которого мы даже средства антивирусной защиты закупить сейчас не можем, они не производятся, потому что такой вот масштаб. Но, тем не менее, работы в данном направлении ведутся, полномерно ведутся. Мы, фактически, выполняем этот план. Повторюсь, в 2025 году будут полностью освещены все средства защиты информации на объекты критической информационной инфраструктуры. Коротко, наверное. Да, интересно. 40 тысяч армов – это, конечно, такая задача существенная. А вот Вы упомянули, что стоит задача заместить все средства защиты информации. А много вообще импорта было к началу 2022 года? Насколько это масштабно? Да. Значит, в количествах и в штуках. Я задругюсь сказать, наверное, никто не скажет, сколько их было. Но, вообще, изначально инфраструктура строилась так же, как, допустим, в крупных компаниях, таких как Сбербанк, таких как Центробанк. Использовались потребности управления такой инфраструктурой, обуславливают наличие высокопроизводительных информационных числительных мощностей. Такие мощности у нас есть. И, допустим, мейн-фреймы, они тоже используются в АО «Эршида». И заместить мейн-фрейм – это очень сложная процедура. Поскольку даже софт нельзя мегрировать оттуда. Надо это все делать с самого, скажем так, нуля. Вот эта работа масштабная нашим блоком IT сейчас ведется. Мы в графике. И, как я уже сказал, в 2025 году мы, по крайней мере, по средствам защиты точно все заместим в данном случае. Понятно. Спасибо большое. Так, ну, Вадим Николаевич, до Вас дошла очередь. Во-первых, я хочу поблагодарить Вас, что Интакорский металлокомендант нас здесь приветствует. Это здание, оно принадлежит МНК, как мы знаем. Вот, поэтому очень приятно, что такое уютное и хорошее место. Вот. И вопрос у меня к Вам. Расскажите, пожалуйста, о том, как в промышленности происходит импортозаучение. Мы послушали про транспорт, а что происходит в промышленности и какие специфические проблемы есть у промышленности, ну и металлургии в частности. Добрый день, уважаемые коллеги. Давай, спасибо, Наталья Ивановна. Там действительно уже традиционно проходит конференция на территории Башкирии. И данное место, оно обходит в группу компании, да, предприятия, которое его обслуживает. И стало доброй традицией вот собираться вот в таком формате. Что касается вопроса, то для нас, для группы МНК, там вопросы замещения, импортозамещения, они также, скажем прямо, действительно очень актуальны, потому что традиционно мы были ориентированы на решения западные. В частности, ключевым продуктом у нас является, люблялась компания, продукты от компании Oracle. Что касается СОБД, так и, например, бизнес-приложения, это наша ERP-система. И в марте 2022 года мы лишились поддержки от вендора, то есть нас просто взяли и отключили от сервисов. Ну, слава Богу, что мы не использовали практически облачные сервисы от компании Oracle, которые, в принципе, рассматривали свое время, но не стали их использовать полноценно, хотя частично было такое. Вот, поэтому вот эти вопросы для нас действительно очень актуальны, и мы в конце 2022 года сформировали для себя, назвали ее там стратегической программой, потому что она, в принципе, рассчитана где-то до 2030 года. Объясню, почему так долго. Ну и, соответственно, разбили мы для себя все наши используемые решения на 10 областей, ключевых для нас, для бизнеса ПАО ВМК. Это, безусловно, выделенные ERP-системы, это бизнес-приложения, это, соответственно, система управления производством, это мест системы. Здесь ситуация выглядит так, что традиционно, исторически, у нас это является собственной разработкой, системы, они привязаны к цехам, к видам производства, к продукции, интегрированы с системами АСУТП, и традиционно там речь идет о том, что использовались различные СУБД, начиная от Сайбейса, геобазы данных, ну и Oracle в том числе. Поэтому здесь актуальный вопрос – это миграция на Postgres. Ну, безусловно, это там, мы туда относим, это системы, как я сказал, управления производством технологий и качеством. Это также для нас важна интеграционная, решение интеграционной платформы мы использовали решение компании ТИПКО. Вот также у нас есть импортозамещающие решения, безусловно, это операционные системы и там, приложения офисные, вот о чем Александр Сергеевич говорил. Мы остановились на решении R7, офисного продукта. И более того, мы выполнили уже тестовую миграцию в объеме 450 рабочих мест на площадке PowerMK, мы перевели на AstroVinux и на, соответственно, офис R7, получили обратную связь, посмотрели, какие есть проблемы, какие там, как их устранять, как их решать. Ну, не все замещается, к сожалению. В лоб, как говорится, ну вот, в частности, простой такой пример Skype, например. Мы используем Skype for Business. Давно уже, сейчас мы, это то, что касается ВТС, мы ушли на TrueConf, на решение. Но, тем не менее, этот переход требует времени. И вот Skype, например, от AstroVinux не развернешь. Вот, поэтому там приходится придумывать решения, либо оставлять виртуализацию, да, вариант, как виртуальную машину, под какие-то приложения, которые там с фону не мигрируются, либо там какие-то терминальные, применять терминальные решения, в частности. Вот. То, что касается, скажем так, ERB, то мы для себя сейчас выбрали такую стратегию, то есть мы не бросились мигрировать, например, на 1С, поскольку мы до конца сейчас не понимаем, в каком формате эта миграция должна быть выполнена и подходит ли полноценно текущее решение 1С, вернее, не то, что не понимаем, а понимаем, что не совсем оно подходит. У нас большой инстанс развернут ERB, это 15 общих группы ключевых работают, включая PowerMNK. Это более 10 тысяч пользователей в системе, поэтому такую вот большую махину там перевести достаточно проблематично. Поэтому мы выбрали такой подход, что мы взячески обеспечиваем сейчас стабильную работу текущего решения. У нас есть центры компетенции, у нас есть подготовленные специалисты, медленцы и люди, которые сопровождают эти решения, поддерживают и развивают в том числе. Поэтому мы сейчас находимся в таком режиме. Но при этом, безусловно, мы мониторим и смотрим, что появляется на рынке. Мы участвуем активно в PowerMNK, индустриальных центрах компетенции по металлургии, например, и, соответственно, там эти решения готовятся. Вот, поэтому еще плюсов там, пару слов по железу по оборудованию. Также мы были традиционно ориентированы на ЦИСКО, там, Авая, на Дустроник, это если касаемо систем связи, тоже в части сетевой инфраструктуры и систем связи. В части оборудования серверного есть проблемы в том, что мы используем железо компании Oracle, это Spark архитектура. Ну, традиционно она у нас еще с начала 2000-х годов работает, вот еще до того, как это было приобретено компанией Oracle. вот здесь как раз вот решение в том, что смыгрировать на платформу Intel. Есть у нас такие мероприятия в нашем вот портфеле проекта. Ну, если вот подрезюмировать, то глобально мы понимаем, как бы куда мы двигаемся, примерно понимаем сроки, выполняем эти, мы каждый год наполняем это конкретными, как нашу программу конкретными проектами, формируем этот портфель, глобально он у нас на стратегически защищенный, с некоторыми корректировками, с некоторыми изменениями, которые диктуют вот жизнь, мы вот двигаемся вот таким вот образом. Да, спасибо большое. Юрий Вячеславович, я, кстати, тоже хочу уточнить, вот у МНК до 30-го года они хотят заместиться. У вас же есть такой срок? Ну, как я уже говорил, по средствам защиты информации до 25-го года. А вообще по IT? Вообще по IT не готов вам ответить, я отвечаю за информационную безопасность. Вот, у меня четкие сроки и четкие планы у нас до 25-го года полностью заместиться. Понятно. Вадим Николаевич, а по средствам защиты информации, я так понимаю, что у вас не требуется, да, в этом все? Ну, у нас, я говорил в целом, да, там, про IT-ландшафт, по защите информации отдельно несколько там историй, можно про нее поговорить будет там дальше. Ну, Киев, в первую очередь, конечно же, да, мы там имеем объекты критической информационной инфраструктуры, там, безусловно, другие сроки, да. Я говорил про бизнес-приложения, там, которые, ну, опять-таки, все меняется. Вот, например, из последнего, что появились рекомендации по, по-моему, это про торга прозвучало, что, например, там ERP или ее компоненты, которые влияют на производство, там, рекомендовано относить к объектам Киев. Вот, как бы, вот такая вот история. Вот представьте теперь, да, по объектам Киев есть там рекламные сроки, соответственно, о которых говорят 25-й год. Например, там, эти объекты нужно, там, категоризировать, классифицировать наши, но вот вопрос там, как, например, ММК, там, заместиться с точки зрения ERP, и вот в целом глобально, да, это, там, такой серьезный большой вопрос. Поэтому, вот, как бы, в целом выглядит вот так вот наша дорожная карта. По объектам Киев, там, безусловно, свои, свои планы, свои графики, свои, свои решения, и, в принципе, мы, там, внедрением защиты Киев занимались, и продолжаем заниматься, мы, там, начиная, там, с 20-го года где-то, и поэтому у нас там, планомерно, по ЦХ, там, это все дело внедряется. Понятно, спасибо большое. Ну, мы уже затронули тему информбезопасности, давайте погрузимся в нее поглубже. И первый, значит, вопрос в этой теме у меня, Евгений Владимирович, к вам. Вот, мы знаем, что планируются все сервисы, такие основные федеральные системы переводить на платформу ГОСТЕХ. Значит, ну, у безопасников, безопасники не любят единые центры, как известно, да, потому что это единая точка отказа. Как будет защищена платформа ГОСТЕХ, как будет гарантирована ее работа, и, ну, вообще, в какой стадии сейчас находится работа по ГОСТЕХ, у всех, кто же вам, если... Тоже небольшое, скажите, это какое-то поступление, да, как говорил Косьма Крутков, нельзя объять ни объекты, да, и вопрос импортозамещения, он точно совершенно подходит под это, потому что, когда начинался этот трек два года назад, первое желание среди основных потребителей средств защиты информации и программ спущения, ну, вот, мы сейчас импортный ящик заберем, и поставим туда отечество. Но так не работает, то есть надо менять инфраструктуру, надо менять подходы, потому что и отечественная промышленность, и вопросы, связанные с посещением доверия, и так далее, они не могут покрыть весь спектр отрасли, которая развивалась, там, десятилетия, имея, там, триллионные обороты, если мы говорим про то, чтобы в долларах, да, просто взять и вот нашими отечественными разработками как-то это заместить. Поэтому, ну, как решалась задача? Реаль задача решалась путем унификации, то есть мы берем какой-то набор решений и начинаем его предлагать, развивать, мы можем в отношении него повышать степень доверия, повышать вопросы компетенции нашей отечественной, там, доступности, насколько мы можем их развивать и так далее. И, в общем, облачные технологии, они являются одним из широких таких вот направлений. Ключевых, наверное, может быть, громко будет сказать, на самом деле, это хоть единственная возможность, если мы говорим о федеральном, отраслевом каком-то направлении развития культозамещения по и средств защиты, то есть унификации и локализации компетенций, в том числе и информационной безопасности, потому что инфобедников не хватает, а в облаках мы можем лучшие практики как бы реализовать. Первым шагом здесь была Георг, государственная и научная платформа, которая предоставляла инфраструктуру, как и сервис. Туда системы переезжали S-IS, как есть, просто, так сказать, облачную инфраструктуру, это позволяло более эффективно использовать вычислительные ресурсы и защищать переговоры, с помощью марштизаторов графических и так далее, вмешательных экранов и прочее. И следующим шагом, аналогическим, здесь это было, в общем-то, повышение и расширение стэка импортозамещения, обеспечение защиты, это уже платформа как сервис и софт как сервис, то есть то, с чем является платформа Кустеха. И основная парадигма заключалась в том, что создается общий стэк, единый для всех, и набор программного замещения, в формате госмаркета, который будет использоваться для построения GIS-ов. Он является унифицированным и, соответственно, защищенным. То есть мы локализуем компетенции по обеспечению информационной безопасности. Для всей платформы идет мониторинг, уже не так на всем стэке, начиная, так сказать, вот, инфраструктурой, заканчивая пользоваться такими сегментами. Мы создаем набор доверенного программного обеспечения, и мы создаем безопасный конвейер разработки. Часть из этого создана, часть находится в стадии создания, там в разных целях, я сейчас скажу об этом подробнее. Ну, то есть вот парадигма была именно такая. Здесь, наверное, не только точка отказа, наоборот, это точка, центр компетенции, вокруг которого они должны наращиваться и развиваться. С точки зрения самой платформы, она была тестована по максимальным классам для ГИСов и для систем персональных данных СПДН, К1, МЗ1. Дальше, вот сейчас эта система категорирована как значимый объект ГИИ первой категории, она, наверное, присвоена. То есть вот в этой парадигме она создается. Есть план перевода ГИСов, он ведется, там, двумя направлениями, то есть полный перевод ГИСов, либо создание на базе платформы гостех витрин данных. Но вот в настоящее время, наверное, вопрос, связанный со смещением витрин, он превалирует. По сути, это некая база данных, которая защищена, и доступа которой имеют уже пользовательские сегменты. Это вот касается самой платформы. Теперь про два других ключевых момента, это система гостмаркет и ГИС-управление, то есть на базе чего создается инфраструктура разработки. Они находятся, и то, и другое находятся в стане создания, и ожидаются их завершения к концу гостмаркета в середине этого года ГИС-управление с конвейером безопасной разработки, введением в эксплуатацию до конца этого года. Что из себя это представляет? Ну, ГИС гостмаркет, точнее ГИС гостмаркет, это некая ГИС на платформе, где, собственно, размещаются декляры, проверенные, они обновляются, соответствующим образом имеют сертификаты, если это средства защиты информации, если не реализован механизм защиты информации, и который проходит некий набор проверок с точки зрения доверия. В первую очередь это база данных, веб, там есть ряд набор ключевых компонентов, более того, парадигма такая, что любая новая ГИС, если в ней нет того, что есть в гостмаркете, оно исследуется, и этот гостмаркет помещается. То есть он растет, как говорится, естественно, в образе ключевых. В зависимости от того, что требуется при создании ГИС-уга. Дальше еще одним из ключевых, наверное, компонентов здесь является это ГИС-управление, с конвейером безопасной разработки, он создается, планируется, он находится в стадии создания. То есть сейчас создается инфраструктура, потом туда будут интегрироваться механизмы доверия, туда будут интегрированы все лучшие механизмы на текущий момент по анализу фото. Это разработки ИСПРА и разработки СОЛАРа с обскринером. То есть они интегрируются, то есть это постоянно развивающийся, поддерживающийся продверь. Возможности другие какие-то разработки отечественные, которые есть, в зависимости от того, какие языки будут требоваться. Но тем не менее, по крайней мере, будет вот этот стад языков сформализован, он будет формализовываться, и сформализован в токене, то есть на чем мы пишем код. Данный конвейер будет доступен для разработчиков ГИСО, для гостеха, и ГИСО будут разрабатываться на нем. Кроме того, предусмотрен так называемый выходной контроль, если можно это выразить, так сказать, это некий аналог ОТК, наверное, где могут использоваться уже большее количество средств анализа, ну или, может быть, такой же, с расчетом не только статики, но и динамики, с некой песочницей. Пока это закрепляется в рамках постановления в гостехе 2338, оно, ну, немножко забегая вперед, должно в ближайшее время быть утверждено. То есть оно прошло все стадии согласования уже, и обсуждений, и есть надежда, что когда вернется форму, она будет уже подписана, ну, по крайней мере, в ближайшее время. И это функция предусмотрена за министерством, и там будут реализованы подходы, которые отрабатывались рамками государственного центра анализа мобильных веб-приложений. То есть был такой проект, результат, он до конца прошлого года, так сказать, ввелся по анализу ГИСОВ, рынок обеспечения ГИСОВ, в том числе, не только мобильные веб-приложения, но и вообще целый пункт. И вот эти практики будут имплементированы, в том числе, в концепции гостеха. Еще одним серьезным направлением, с точки зрения безопасности гостеха, является централизованное обнаружение и предупреждение компьютерных инцидентов. Обнаружение компьютерных атаков, то есть, например, инцидентов. Соответствующая концепция была утверждена президентом правительственной комиссии, и рядом других документов, которые, в том числе, и в постановлении ГИСОВ, об Устехе также зафиксированы, где, в общем-то, вопрос связан с анализом инцидентов, непосредственной координацией руководства ГИСОВ. будет вестись в рамках центра, централизованного, центра госцепки гостеха, можно так его назвать, на базе интеграла, подвесное учреждение с привлечением туда, в зависимости от того, какие инциденты гостеха будут создаваться, с соответствующим сока с соло, как Ростелекома, и без ОТО как соццентр, на Сбербанк поставить поставщика услуг для ГУСТЕХ. То есть, на самом деле, подводим резюмиру, в общем-то, ГУСТЕХ является центром кристаллизации, улучшить практику по инфобизу. Да, система сложная, прецедент к нашей стороне, но и, наверное, в мире, для таких задач, чтобы вся слуха переехала на инфраструктуру, включая весь приклад, она, наверное, нету, но тем не менее, в лучшей практике здесь интегрируется. Так, Евгений Владимирович, у меня пара вопросов возникла. Во-первых, на атаки уже систему как-то проверяли, то есть, были какие-то атаки, пока еще рано об этом говорить, или как-то моделирование этих атак? Ну, пентестинг проводится, конечно, регулярно, значит, планируется в дальнейшем о том, что на ней будет запущена погбаунти. Ну, то есть, у нас, если немножко вперед задвигается, сказать, погбаунти, на нем размещены уже, по-моему, 15 системных цифр, я бы ее сейчас в моменте сказать, ну, порядка такой вот систем, и это серьезно повышает безопасность. Вообще, в целом, уже именно с этой боевой системой, для гостепы погбаунти будут запущены, безусловно. А есть ли секрет оборудование, на котором мысли строиться, оно же интернет? Ну, оно, насколько я знаю, включено в реестр. Включается. Понятно, что если мы говорим про чипы, или про что, то есть, или в целом, про оборудование, но, насколько я знаю, оно включается, или включено, или включается, в реестр. то есть, надо вериться проверять. То есть, закладки там как будут? Закладками? Ну, в соответствии с нормативами. Ну, то есть, перевести их, если мы говорим про Эльбруса, да, это какие-то действия, это реалистично, что у нас есть задача руковоспособности. Ну, вопрос о доверии, конечно. не, ну, там же, понятно, что вопрос о подспособности и нагрузочности это один вопрос, а вопрос, там, обеспечения доверенности, это другой вопрос, они друг другу противоречат. Конечно. Ну, как и IT, Игорь, они тоже находятся противоречат. Да, а вы как, здесь вы куда больше склоняетесь? К тому, чтобы оно безотказно работало, или к тому, чтобы оно было доверено? Ну, мы пытаемся все-таки объединить, чтобы оно работало безотказно, и чтобы мы могли, ну как, доверие же, оно всегда, про доверие всегда говорим в рамках имеющейся возможности. Вот мы рассмотрим доверие в рамках имеющейся возможности и регуляторики. То есть, в данном случае, мы опираемся, но если формально говорить на требования регулятора, по ним она верится. То есть, система access to on, по тем требованиям, которые есть. Она не является, то есть, с точки зрения обработки открытой информации она использована по максимальному классу. Понятно, что если надо бы класс требований повышать, то, в общем-то, для тех задач, которые он решает, требования к регулянтам реализовывать. Да, понятно. А вот еще у меня вопрос. Вы упомянули госмаркет, очень интересная тема. Вы сказали, что там доверенные решения будут размещаться. А кто тестирует эти решения на доверенность? Кто это определяет? Сейчас у нас те решения, которые там есть, это сертифицируемые решения. Словом говоря, если есть база субоделя, сертификат, там тот же подгарим. Одна из версий Боссделя, например. То есть сертифицированное решение, сертифицированное в стек по определенным? В рамках аттестации экземпляров платформы. То есть у нас вообще концепция анализа аттестации, проверив сертификацию решения и аттестации сами, для меня, по инстанциям, а аттестат на Госсдельфан один. То есть мы не аттестовываем каждый ГИС. Но этот аттестат пополняется в рамках аттестационных испытаний на каждой... То есть проводятся аттестационные испытания для ГИСа, и аттестат расширяется. То есть это позволяет обеспечить безопасность в комплексе. То есть мы на безопасность именно платформу путаем в комплексе. Не конкретное решение, конкретные ГИС и так далее. А у нас заходит новый ГИС, в отношении него проводятся аттестационные испытания, и аттестат на платформу расширяется в целом. То есть вот это вот так происходит. И соответственно те решения, которые в рамках аттестационных испытаний исследуются, они соответственно подключаются в Госсмаркет. Да, понятно. Последний уточняющий вопрос. Центр обнаружения компьютерных инцидентов – это НКЦКИ, правильно? Да. Ну, НКЦКИ, он НКЦКИ как регулятор высший. Да, есть центр Госсмаркет, который… То есть вообще логика какая-то. Ну, коллега поправит, но не дополнится в этом случае. Вообще, ну, центры Госсмаркет заводились на НКЦКИ напрямую. Но с учетом того, что в Госсмаркет достаточно сложная система, то здесь кроме вот этого взаимодействия предусмотрим еще взаимодействие с центром Госсмаркет для Госсмаркет. Где те центры, которые у поставщиков услуг есть, они, скажем, взаимодействуют и координируются в части, касающейся, с центром Госсмарки Госсмаркет. Безусловно, соответственно, методической базой или толикой Госсмаркет. Это как точка, что ли? Ну, некая, нет, не точка, это все-таки подведенные цифры. Но это некий такой промежуточный интегратор в части вот этих мероприятий по централизованному обнаружению. Иван, уточните, да? Да, я уточню, конечно. Смотрите, что представит Госсмаркет, еще раз напомню, да, это КСКИ в центре и Щупольца, так сказать, это центр Госсмаркет. Эти центры бывают, соответственно, бедомственные, корпоративные. Сейчас будем вводить историю с отраслевыми центрами, но в части гостеха это уникальный достаточно случай, там очень сложная вообще история в принципе. И с этим, потому что там несколько уровней, да, есть там уровень сервиса, уровень платформы, уровень, собственно, непосредственно потребителей и так далее, да. И было принято решение, которое было скреплено, собственно, в концепции, о которой Евгений рассказывал, о том, что будет, ну, можно его назвать целевой, да, так сказать, там, какой-то. Но, верите, другой влагательный центр Госсмаркет. Вот оно на базе интеграла функционирует в настоящий момент. Вот, интеграл, это, собственно, один из, собственно, наших подтвержденных центров. Сейчас мы вводим историю с аккредитацией, к сожалению, она вводится, аккредитация центра Госсмаркет, она, к сожалению, вводится медленнее, чем мы бы хотели, ну, чисто по бюрократическим причинам. Вот, но в данном случае, да, там, ну, это не говорит, что интеграл там один в воле воин, да, соответственно, там некий горфлоу расписан, как он взаимодействует и с Алармом, как он взаимодействует и с Набизоном, то, о чем как раз Евгений говорил. Вот, поэтому, но пока что говорить о том, что эта история прям работает на 100%, конечно, не приходится. Она в стадии находится еще. То есть в стадии создания. Мы ждем сейчас вот принятия изменений в стадии 2338, после которого, как будто же, приказ министерский о соответствии, привлечении к обеспечению соответствующей функции интегралов. Ну, пока есть это на уровне концепция. Ну, если такой про регуляторию поговорить, то, наверное, в принципе, это мозг, центры, и специалисты продолжили вот так на местах. Это там, как бы, сенсоры, да, какие-то, так сказать, синаксы проходящие там. А-а-а, ну, это прям как минимум мужичевый гамблик. Это гамблик. Они находятся в том дежуточном, который аккумулирует части касающейся. Вот. И передает уже несколько под счет до секунды. Понятно, да. Интересная такая структура. Ну, посмотрим, как она. Есть определенный скепсис, конечно, тем более, что нет мировых прецедентов. Даже мировых прецедентов. Да, это интересно. Ну, да. Будем наблюдать. Хорошо. Давайте мы тогда пока... Наталья Ивановна, прошу прощения. Убородные участники в зале. После окончания дискуссии можно будет задать свои вопросы. Если останется время, если его не останется, телеграм-канал в вашем распоряжении. Продолжайте. Да, да, спасибо. Давайте мы немножко на такой губернический уровень опустимся. Александр Сергеевич, во-первых, на что ваш регион обращает внимание при распечении информационной безопасности? Это первый вопрос. Ну, и вообще хотелось бы понять, вот как вы считаете, что важнее здесь человеческий фактор, который, как известно, является слабым звеном в любой системе информационной безопасности, или все-таки правильно выстроенную систему, вот типа «Гостеха». Как вообще на эту историю смотрите «Гостеха»? Позволит ли она обеспечить безопасность? И дальше уже можно будет не думать о локальных кадрах, локальности садминов, забыть там. Ваше мнение. Да, ну, я по поводу «Гостеха» пока так скажу, что вот, я даже это ему к Суду Игоревичу говорил, что я всю жизнь думал, что самый сложный проект, я только что сейчас сказал, это импортозамещение. Пока не появился «Гостеха». Вот как бы я их вот так сформулировал. То есть, ну, вы поймите, да, уровень, как бы, амбиции, Минцифры, он просто потрясает, как бы, и правительство Российской Федерации. То есть, ну, вот, сейчас вот предприятие рассказывает, как ему тяжело импортозамещаться, вот тут ЕРП надо перевезти, там, вот рабочих мест кучу в РЖД, значит, а тут вот все государственные системы, вот разные, они вписались, много тоже инвестиций вложено в это было, да, там, как бы, вот их надо, все будут в итоге переписать на «Гостеха». Понятно, ну, не в РАС и так далее, а все новые уже сейчас надо создавать на «Гостехе». Там пишется еще все. То есть, мы это слышим, что конвейер еще дописывается и так далее. Мы, кстати, Челябинская область – пилотный регион, один из, значит, порядка десяти пилотных регионов, значит, тоже взяли одну информационную систему нашу государственную, значит, и, значит, у нас программисты в подведомственном нашем учреждении, значит, они получили стенды, сначала тестовый стенд, потом уже сейчас нас к проду подпускают, и мы, ну, небольшую свою информационную систему сейчас пишем на стеки платформы «Гостех», и, ну, в общем, понимаем, что там работает, что не работает, что там, значит, не работает и начинает работать по поводу, когда мы пишем заявки. В общем, это действительно, ну, уникальная штука, которая выстраивается. Пока очень сложно сделать прогнозы, значит, вот, насколько вот эти амбиции будут все воплощены в жизнь, грубо говоря, мы дальше все наши системы государственные, и мы, вендоры, будут на стеке «Гостеха» делать, значит, и будет это удачно, быстро и безопасно получаться. Значит, сейчас идут такие пробные истории, значит, но мы видим, какие коллективы над этим работают, лучшие умы России и верим в то, что в итоге получится именно такая система, как она анонсируется и будут решать все эти задачи. Но это, как бы, дело будущего, еще раз, мы включились прямо в эту историю, значит, сами даже пытаемся на этой платформе своими силами писать. Значит, вторая история, а здесь и сейчас, что вот, то есть, понятно, кадры, и вот вопрос человеческого фактора, он важнейший. Ну, вот исследования, вот, которые, там, когда готовились к этому мероприятию, там, смотрели позитив технологис, по-моему, там, что 43 процента, там, 47, может быть, процентов, значит, а так идут через социальную инженерию. Но я могу сказать, вот, наши инциденты неприятные самые, которые, там, регулятором стали, там, известны, там, которые обращают внимание, ну, процент, вот, из-за людей, он выше. Когда начинаешь разбираться, что там произошло, то есть, очень мало... Это в социальной инженерии речь про людей. Я про это и говорю, то есть, у нас не 47 процентов, вот, в инцидентах, а этот процент, в нашем случае, он, оказывается, к сожалению, выше еще. То есть, очень мало таких у нас инцидентов, которые возникли в результате компьютерных атак, значит, что-то там нашли какую-то дыру в защите, там, межсетевой экран, там, вот, что-то такое произошло, там, а вот люди были ни при чем. Как правило, все вот проще. Значит, происходит это, значит, и работают вот методы вот этой социальной инженерии. Поэтому здесь, конечно, что с этим делать? Значит, опять огромное благодарность Минцифре Российской Федерации. В 2022 году они такой уникальный продукт нам запустили, значит, обучение. Я сам даже здесь его проходил, там, значит, такой в полуигровой форме, как бы учили, как бы, значит, ну, кибергигиене, что ли, там, значит, там, ну, в общем, из будущего, там, вот, приехал, в общем, защищал, значит, описывал вот эти методы, как это взламывается, какие методы защиты. Ну, то есть там плохой, как бы, от имени плохого все это представление идет, вот он пробует, а оказывается, что там хорошие такие продуманные, как бы, значит, и все там защитили. Он к другому методу переходит, к третьему, четвертому, пятому. Ну, в общем, вот в такой игровой форме, как бы, мы через это прогнали всех госслужащих, просили, кстати, чтобы и муниципальных разрешили. Значит, ну, в общем, я думаю, что Минцифры продолжат. Но, что надо отметить, Минцифры, значит, после того, как все это сделала, значит, взяла и потом организовала рассылку, там, писем, тем, кто проходил, значит, с предложением перейти по ссылке, там, и что-то сделать. Ну, да, то есть, как бы, специально. И они, наверное, как-то отмониторили, вот там, что-то училось, и вообще, какой выхлоп со всего этого дела. В общем, молодцы, хорошую историю сделали. Ну, и вот дальше мы тоже, вот это вот обучение госслужащих, значит, тех, кто работает в нашей системе вот этой кибергигиены, это, как бы, вот, ну, основная такая история, которой надо заниматься. Значит, ну, вторая основная история – выполнять требования регуляторов и письмов СТЭКа. Они, кстати, ну, очень полезные, значит, поступают к нам достаточно часто, описывают все уязвимости, критические и так далее. И здесь возникает вопрос, чтобы максимально быстро их отрабатывать. Вот у нас тоже мы сделали, как такое, ноу-хау, то есть, может быть, у кого-то еще есть. То есть, мы вот эти письма в СТЭКа, которые приходят, как полагается, под ДСП, грузим в нашу информационную систему, значит, там прямо все рассортировано, и оно очень быстро становится доступным, как бы, значит, тем, кто должны эти уязвимости закрывать. Ну, там, с админой, там, подведомственных учреждений, муниципальных, у нас их очень много. Значит, и там же они тут же галочки нам ставят, типа, мы отработали, 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 мы тут же понимаем, как это быстро делается или не делается. Тут же собираем карштаб у нас какой создан в Челябинской области вместе с лицензиатами, крупнейшими провайдерами, и там разбираем, что не получается. То есть, как бы, во-первых, ну, что сделать надо. Ну, там полезные, там, СТЭК, он понятный, но полезные, что такое. Так, усилите парольную защиту. Ну, все, побежали все менять пароли, как бы, там, там-то, там-то, там-то это сделать надо срочно, там. Или какие-то обновления срочно, там, установите, там, на каких-то вещах, которые нам применимы. В общем, это вот все очень такая полезная, рутинная работа, которая, там, ну, тоже не позволяет что-то сделать. Значит, возвращаясь к человеческому фактору. То есть, здесь, конечно, кроме того, что обучать, нужно как-то подкреплять еще. Ну, да, вот тут вот, допустим, мы сейчас какое решение приняли. Вот когда-то, несколько лет назад была компания, уходили с импортных сервисов. Ну, то есть, Google запретили полностью, там, и какую же Gmail почту, там, и так далее, и так далее. Ну, разрешали, как бы, значит, на отечественных почтовых серверах сидеть. Ну, вот столкнулись в рамках одного из инцидентов, неприятных очень, что, значит, мы не контролируем степень парольной защиты на вот этих отечественных серверах, ну, условно, Gmail. Ну, не важно, помню, там, сейчас я не хочу антиритону создавать. То есть, оно там как-то делается, но мы не понимаем, как пользоваться. Поэтому мы сейчас говорим, для служебной переписки будьте добры только на почтовых серверах наших. И мы уже четко понимаем, какая парольная защита, что, как, то есть, как бы, всех мигрируем. По личной переписке, пожалуйста, там, отечественные используют, как бы, служебные переписки только на почтовых серверах, которые мы контролируем, значит, и на которых СОП как установлено, да. Значит, мессенджеры, то же самое сейчас, как вот, ArmGS, которую мы цифра запустила. Вот там есть вопросы, нам тоже хочется было лучше, лучше было. Ну, в принципе, продукт уже такой, который без изысков можно использовать, и мы, как бы, туда всех послужащих, у всех, если служебная переписка, никаких, там, Viber, WhatsApp, Telegram, как бы, значит, будьте добры работать в ArmGS. То есть, вот эту работу тоже делаем, но и тут уже у пользователей не будет шанса ошибиться, что называется. Поэтому вот этими вещами мы обязательно эту историю подкрепляем, поэтому обучение, честный фактор, самый важный, отвечая на вопрос, крат уже, значит, надо обучать людей, как бы, и так далее, подкрепляет, и мы уже созрели, очень долго у нас там были вот эти наши эмоциональные переживания, не знаю, нам только присущие, то есть, мы не решались там, ДЛП-системы, вот эти системы с лишних заработниками, ну, вот мы не ставим, как вот мы своих людей, вот так вот будем, ну, вроде как, ну, ну, не то это вот, не наш метод, но мы уже созрели, что отдельная группа как бы служащих, наверное, нужно это вот внедрять, это вот, то есть, будем, наверное, от этой истории тоже переходить. То есть люди доверчивые и бесконтрольные, правильно? Были, 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 сейчас уже не так. Сейчас изменятся, хорошо, да, спасибо большое. Так, ну, Иван Владимирович, у меня к вам вопрос, вы такой человек, который, наверное, лучше всего знаете статистику по киберпреступлению, вообще, что происходит сейчас, с точки зрения, в России, как изменились, ну, какие-то тренды, может быть, расскажете, покажете, мотивированность злоумышленников, откуда идет, насколько там политически они мотивированы, если я знаю, у вас есть? Там, вроде, такой статистик. Да, рояль, рояль уже вывелись, просто посмотрю. Да, конечно, у нас есть и статистика по преступлениям, но здесь хотел бы сразу зажближать вперед инциденты, электронной безопасности, компьютерные инциденты и преступления, это все-таки на сегодняшний момент чуть-чуть разные вещи, и, слава Богу, опять же, значит, тоже поясню чуть позже почему. Вот, пожалуйста, у нас, значит, статистика по 23-м году, это официальная статистика, она идет и в правительство, и в Совбез, значит, по сравнению с 22-м годом, плюс 28 тысяч компьютерных атак, ну, которые, скажем так, по своим там метрикам обращаем внимание. Вот, что касается преступлений, тут здесь, значит, я статистику веду по 274 прим, то есть статистика МВД я не располагаю, ну, скажем так, я даже если бы ее располагал, наверное, не смог бы с ней там достаточно буквально интерпретировать, обращаться. Вот, что касается статистики по 274 прим, вот она перед вами, можете посмотреть, значит, она, честно говоря, весьма скромная, вот, то есть, опять же, когда мы принимали пакет законов 187-й плюс там 193-й, 194-й законы, да, вообще экспертное сообщество переживало по этому поводу, что полстраны посадят, значит, по 274 прим, нет, это не так, вы можете посмотреть, вот у меня немножечко другой вариант есть это условие, да, если удобно, круговую диаграмму, ну, вот, значит, это один реальный срок на данный момент, значит... В том, что тысячи, на самом деле, есть не десятки тысяч, да, преступлений, почему такое место, вы считаете? Вот, вот сейчас, значит, я к этому как раз подвожу, значит, в этом кроется, на самом деле, очень большая опасность, значит, вот мы видим, да, 200 тысяч инцидентов, ну, не инцидентов, а компьютерных атак, но при этом, там, один реальный срок и так далее, ну, и там три десятка судебных решений, значит, естественно, ну, здесь небольшой субъектив, мне кажется, об этом мало кто задумывается, и вообще это никогда на площадках не подзвучивалось, приходит к нам прокуратура, приходит к нам счетная палата и говорит, ребята, 200 тысяч, ну, условно, хорошо, давайте, 10 тысяч инцидентов, 10 тысяч уголовных дел, давайте, ну, люди в прокуратуре простые, да, ну, я, как бы, ничего против не имею, у них такая работа, да, они говорят, давайте, ну, вот, смотрите, 10 тысяч инцидентов, 10 тысяч уголовных дел, ну, логично, вроде звучит, на первом сказать, логично, а вот, на самом деле, если копнуть глубже и понять, как устроен наш уголовный процесс, да, и судебная система, то в этом кроется, ну, достаточно большая опасность, потому что, естественно, это что такое, заботится уголовное дело, тервера – это у нас что, указательства, да, улики, значит, чего опечатываются, и так далее, представляете, да, к чему это все может привести, вот, поэтому, ну, значит, мы видим здесь, вот, конечно, действительно неправильно, что, ну, вот, мы, как там, правоохранительные органы, да, другие правоохранительные органы, ну, действительно, как бы, пусть и строгая статистика, да, действительно, наверное, надо работать лучше, как нам говорит прокуратура, да, но здесь больше вопрос-то, на самом деле, о том, что 28-я наша глава, вообще-то говоря, есть только уже десятков лет, и помимо 274 прим, да, которая в 18-м году была введена, вообще она архаична даже с точки зрения, там, наших коллег по СНГ, там, того же Казахстана, это, это, конечно, Беларусь, честно говоря, там, поинтереснее, поэтому мы большое в свое время возлагали, вот, большие надежды на, вот, а если, помните, Наталья Ивановна, ну, вам, наверное, вообще лучше узнать всем, чем все остальное, помните, цифровое правосудие в рамках, была программа в рамках цифровой экономики, и там, вроде-таки, ставились амбициозные задачи, как, ну, развитие, в том числе, и инструментария цифровых доказательств, и, вообще, как развитие судебной нашей системы, в области, да, в сторону цифровизации, вот, потому что наша боль, это что такое, вот, на данный момент, насколько мне известно, цифровое доказательство, это, это, ну, документы в электронной форме, на самом деле, в целях нашей деятельности, целью деятельности, правой нормы, конечно, цифровое доказательство, это должно быть, на самом, высоко вредоносного кода в защищенном периметре, да, должно быть, в правом доказательстве, это будет... Ну, да, я соглашусь, что законы, вообще-то, назрело, чтобы поменяли, потому что одно десятое наказание, вот, всего, по статистике, даже известных вам преступлений, а их еще больше, да? Да, безусловно, платентность высокая, очень все, конечно, переживают имидж свой, и всеми фибрами стараются, значит, если можно скрыть, то, конечно, скрывают, вот, в эту сторону мы тоже будем прорабатывать законодательство. А насколько высокая, кстати, вот как вы оцениваете, что это, там, 10% или, там, 20%? Думаю, что нет, думаю, что намного больше. Больше цен? Да, конечно. И, конечно, мы, одна из наших приоритетных задач, это вывести, вывести, вот, историю серой зоны, но, опять же, к сожалению, наверное, это придется делать, ну, жестко говоря, меры. Ну, иначе никак. То есть, отзывы, аккредитацию центру ГОСОРКО, да, вот, будущих, скажем так, да, ну, как минимум, приостановка в замене представлениях. Ну, и какие-то штрафы сейчас у руководства, ну, сейчас модная тема, вот эта с оборотными штрафами, ну, там, она не совсем очевидная, вот. То есть, оборотные штрафы нам придется ждать за все? Оборотные штрафы, это очень, ну, знаете, вот, юридическая мода, есть такая понятия, да, вот сейчас очень модно, место, не к месту, вот, оборотные штрафы, что делать, правда, со группами, у которых оборотов нет. Ну, в общем, много. Ну, да, да, это отдельная тема, да, понятно, нас организаторы уже торопят, но все-таки хочу еще задать… А, у вас еще что-то? Ну, на самом деле, я же как представитель НКЦКОЕ обязательно должен сказать, что, ну, в области цифровой гигиены немножечко воспитывать людей, да, вот. То есть, опять же, говоря о том, что… Это то, чего я начал, что у нас сейчас тренд самый большой, это атаки на цепочке поставок, тренд номер один того года. Соответственно, в рамках импортозамещения, да, это, ну, ключевая проблема. Вот. Значит, эксплуатация уязвимости на периметре, фишинга, ну, и социнженерия, как над всем этим, на самом деле. То же самое, да, вот цепочка поставок у нас вот визуализирована. Небольшие вот рекомендации, хотел бы быстренько… То, о чем, на самом деле, сегодня уже говорилось, просто… Ну, ну, да, доверчивость. Ну, да, доверчивость. Нет, ну, как доверчивость? Вот мы, например, проводили учение, в двух словах расскажу, с одной очень крупной корпорацией, которая была предупреждена нами, что мы будем атаковать в конкретных деньгах, и, значит, мы добрались до осушек через пять часов. Они говорили, нет, сегодня ничего не будет, но мы добрались до осушек через пять часов. Очень просто все сказали, извините. Ну, самое очевидное, да, с домена, там, до степени смешения, похожего на официальный домен, были всем разосланы письма о том, что в связи со СВО денег нет, и, значит, планируется массовое увольнение, перечень увольняемых в приложении. Ну, и, как вы думаете, сколько... Сколько людей захотелось посмотреть? Да, 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 естественно. Ну, все, это безогласно, понимаете? То есть, просто тут рефлекс отрабатывает, а-а-а, как же так, да? Ну, и все. И вот таким образом, да. Да, вот тогда давайте мы все-таки будем завершать, потому что меня организаторы торопят. У меня вопрос к двум нашим представителям бизнеса. Вот нам показали такую хорошую статистику. А ваша организация как защищается? Ее в этом числе, наверное, с вас. И не будет ли у вас, как это, не может ли быть атак на вашу организацию? Вот подобного рода, отфишинга в частности, есть ли какие-то меры защиты вообще? Да, да, да. Конечно, конечно. Прямо вот мне тоже чешется, прям, язык рассказать, как у нас это все происходит. Большая инфраструктура, много атак. Они все настолько изощренные. У нас, по сравнению с 23-м годом, количество компьютерных атак на инфраструктуру компании выросло в 36 процентов. Ну, на 36 процентов. Эту статистику мы передаем в МНК ЦКИ. Все, у нас плотное взаимодействие с экспертами. Там очень эффективные специалисты. Кстати, отдельно хочу сказать спасибо пользусь площадкой. Поскольку наше взаимодействие идет не только в рамках госсотки, но еще и аудит проводят у нас специалисты 8-го центра ФСБ. У нас превалирует социальная инженерия. В последнее время просто вал, шквал поддельных писем от лица руководства компании. Очень легко взять картинку в интернете Олега Валентиновича Белозерова, поставить ее в профиль своего мессенджера и написать руководителям. «Товарищи, сделайте вот это, сделайте то-то, вам позволят специалисты с ФСБ, будьте с ним откровенны». Вы знаете, многие до сих пор попадаются в эту ловушку, в сеть этих ловушек. У нас более 200 за прошлый год зафиксировано поджогов релейных шкафов на железной дороге. Вы все, наверное, знаете, слышали это и публикуют из средств массовой информации. Как правило, вербовка происходит после утечки персональных данных. Сначала изучается профиль пользователей, которые хотят вовлечь в эту преступную деятельность, а потом это используют в качестве инструмента давления. Даже бабушки поджигают релейные шкафы на железной дороге. Ну, так же, как и военкоматы, мы слышали все об этом. Поэтому угроза социальной инженерии очень актуальна. Второй тренд в последнее время – это ДДС-атаки. Тоже скрывать нечего, наверное, все с ними сталкиваемся. У нас тоже идет рост количества этих компьютерных атак. В РЖД что мы делаем? Первое – было реализовано полностью все требования 550-го указа. У нас создан департамент управления информационной безопасности. Я его начальник. И должность у меня директора РЖД – начальник департамента. Почему так сделано? Это не то, что я директор всего РЖД. У нас просто прослойка есть директоров. Это чуть ниже, чем замгенерального, но выше, чем начальник департамента. В соответствии с указом тоже вот так было акцентировано внимание руководства на важность задачи обеспечения информационной безопасности. Создан корпоративный центр «ГосСОПКО» в РЖД. Что интересно, наш центр, он как бы корпоративный, но с другой стороны, я его считаю отраслевым, поскольку железнодорожные отрасли. И то, что в каждом из субъектов филиалов РЖД созданы свои центры, которые все сливают в центральном офисе, передают и взаимодействуют с НК ЦКИ. Интересная особенность, поскольку это очень характерно для крупной компании, представляющей целую отрасль. И последний, прям коротко, я хотел бы сделать акцент, у нас вот посредством защиты информации есть некие особенности. Например, существуют так называемые микропоцессорные системы централизации управления РЖД. Это средства защиты, установленные на подвижном составе, которые есть поезда, или которые установлены на инфраструктуре, те же самые релейные шкафы. У них требования по безопасности включают в себя, допустим, виброустойчивость, климатические определенные требования. То есть это не просто, если серверным сегментом и армами как-то все нам понятно, как их защищать, есть требования регулятора. А вот когда приходится совмещать информационную безопасность и функциональную безопасность, тут возникают очень интересные особенности. Я анонсирую, сам не успею рассказать, анонсирую выступление коллеги, нашего заместителя директора научно-исследовательского института автоматизации связи Галдина Андрея Анатольевича. Он сегодня будет после обеда выступать с докладом более подробным. Поэтому приглашаю всех послушать. Вот если очень коротко, приглашаю. Да, интересно очень. Вадим Николаевич, можете что-то сказать про то, как ММК защищается? Да, буквально пять минут, чтобы не задерживать коллеги. Для нас, для ММК, как и, я думаю, для коллег из ЖД, все эти моменты точно так же актуальными остаются. В первую очередь, конечно же, это рост компьютерных атак, это фишинговые всяческие рассылки. Более того, что действительно у нас также служба безопасности практикует рассылку, то есть эти тренировки людей с точки зрения реакции на такого рода фишинги. Более того, опять-таки, вот эти использования мессенджеров, я думаю, это, наверное, всех компании касается. Сейчас это, наверное, такой тренд сейчас. Поэтому мы тоже все вот эти проблемы получаем, имеем. Да, выяснили, что у нас есть кураторы с ФСБ точно так же, о которых мы не знали, в принципе, до этого. И тут звонки, разговоры всякие. Буквально недавно у нас такой инцидент был. Там женщину чуть-чуть до инфаркта не довели, на самом деле. Как бы не смешно совсем, да, на самом деле. Ну и в целом, вкратце, если говорить, как туда мы движемся с точки зрения реагирования и защиты наших информационных систем, то для нас, конечно, приоритетным остаются проекты по защите Киева, о которых я говорил в своем предыдущем сообщении. И плюс, конечно, мы еще определили для себя до 26-го года в виде, наверное, опять-таки, каких-то проектов. Мы для себя их будем считать и начинаем в этом году их реализовывать. То есть у нас порядка 15 ключевых направлений. Я вот их даже для себя там пометил, как бы, что, куда мы смотрим, там, с точки зрения усиления информационной безопасности. Ну, понятно, что это внутреннее и внешнее тестирование эти инфраструктуры на, собственно, на проникновение. Осведомленность работников очень важный аспект, на самом деле. Это, более того, скажу, что у нас при приеме на работу, если деятельность человека связана, там, как-то с информационными технологиями, в обязательном порядке там проходит, как бы, курс по информационной безопасности. Он у нас есть создан, как себя вести, соответственно, как реагировать должным образом и так далее. Ну, центр мониторинга СОП мы, соответственно, запустили также уже в начале этого года. Важный для нас аспект – это безопасная разработка ПО. Вот здесь коллеги об этом говорили. Сейчас это особо актуальная история, да, вот в силу определенных причин. Мы также это выполняем отдельным проектом, внедряем эти организационные подходы, методы, ну, и плюс, там, технические решения, которые позволяют нам, потому что мы разработкой занимаемся очень активно. Вот. Прилегированные пользователи, там, отключаем мы сервисные организации подрядчиков, как бы, от нашей инфраструктуры предприятий по особому регламенту специально мы подключаем их, если это необходимо, особенно то, что касается, там, производственного комплекса СУДП. Ну, в общем, персданной продолжаем также заниматься более того, что сейчас, как бы, ужесточаются все эти вещи, в особенности вот про оборотный штрафы говорили. Ну, то есть вот такой вот комплекс проектов мы для себя определили. и будем его в течение двух лет реализовывать. Да, понятно, очень интересно. У меня, конечно, были еще вопросы, но, к сожалению, уже мы исчерпали элемент своего времени, и я хочу поблагодарить всех наших участников. Спасибо.